И И Немножко исторического бэкграунда сегодня я хочу вам рассказать, то есть вещей, которые вы, наверное, может быть, слышали, а может быть и нет. Для некоторых это может показаться сказкой. Я ко многим из этих вещей тоже раньше относился как к сказке, но читая какие-то, исследуя какие-то источники последних икс лет, я много чего просмотрел и исследовал, какие-то новые соображения стал понимать. И говорит Господь Муше, пошли от себя мужей. И вот Игорь уже дал очень четко сравнение между тем, что написано в 13 главе чисел и во второзаконе, где эта же идея параллельная. Это не была инициатива Господа. Но если что-то случается на каком-то производстве по инициативе одного из подчиненных и что-то пошло не так, кто за что, за все отвечает? Начальник. Начальник. Начальник всегда отвечает за все. И здесь поэтому история описана, что как бы Господь на себя берет ответственность и типа, вот вам имена, вот вам те. На самом деле это была полная инициатива Муше, но подозреваю, что даже не Муше, потому что Муше чувствовал Руах Адунай, Дух Господень. И перед его глазами нам очень сложно понять, сколько времени прошло вот до этого момента, пошли сынов Израилевых, от момента казни. И есть разные мнения. Одни говорят, что казни в Египте продолжались примерно три месяца. Другие говорят год. Но если, скажем, год, и вот они год примерно в пустыне или там около этого двигаются, на протяжении двух лет перед глазами Муше была явная рука Господа, которая сокрушила величайшую империю того времени. И я сомневаюсь, что Муше сильно сомневался, что вот эта же волна от Бога не сможет сокрушить Ханаан и все, что его наполняет. Потому что все было примерно в древнем мире взаимосвязано. А учитывая, что Египет, по всей видимости, был помощнее Ханаана, то я думаю, что Муше не о чем было сильно сомневаться. И так Господь говорит, пошли от себя мужей, чтобы вы смотрели землю Ханаана, которую я дам вам. И когда такие вещи случаются, чаще всего для чего посылают, чтобы посмотрели, как обороняется. Не так важно, что они там производят. Это земля, которая им была обещана. Но как там выстроены оборонительные сооружения. Пойдите и посмотрите, кто чем там занимается. И как ихние генералы ожидают нас. А Израиль ожидали. Потому что, во-первых, в древнем мире, как это ни странно, без интернета, вести, слухи, пророчества расходились очень быстро. Я сейчас скажу в двух словах о другой истории. Мы все помним историю, которая случилась в Вавилоне, когда из стены вышла рука и писала царю. Помните, взвешен. Помните, почему это случилось? Он пил из храма еврейского бога украденными сосудами. Он использовал их для своей пьянки. Знаете, почему он это делал? Потому что они считали годы, которые Иеремия предрек о 70 годах плена в Вавилонии. И они посчитали, что годы прошли, а народ все равно здесь. Значит, пророчество неверно. А давайте пить и гулять и посмеемся над их божеством. Ну так в те времена было. То есть в те времена люди наблюдали за пророчествами. Вот как сегодня мы наблюдаем за новостями, за рынками, за военными технологиями. Есть целые отделы. Тогда было примерно то же самое. Они наблюдали. И люди, живущие в Ханаане, знали, что когда-то было Аврааму слово 400 лет. И вот это время проходит. Ну-ка давайте проверим. Они готовились. И когда вот здесь вот иди, пошли, вы смотрите, военные укрепления, то где-то для генералов, которые были в еврейской армии, это было важно. Для Господа Бога это было не важно. И по всей видимости для Муше это тоже было не важно. И я почти уверен, что когда Муше вот стоял и вот этот Ханаан там, он думал, давайте сделаем наш еврейский Блицкрик. И он бы вполне его сумел сделать, потому что у него уже было примерно два года непосредственного опыта, когда Господь просто раскачал своими чудесами и казнями землю Египта. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот иди и высмотри. Кстати, кто помнит, сколько было израильтян, годных к войне? Сколько? 603, если быть правильными, но 600 тысяч. Сегодня, я не знаю, может быть во всем мире есть только 3-4 армии, которые больше этого числа. Говорят, что в Америке примерно миллион. В Китае 5 миллионов военных. И где-нибудь в Индии, в Пакистане. Вы можете представить, по реалистичным цифрам там чего-то не сходится, потому что историки, которые часто врут, я обязан сказать, что очень многое из того, чего мы учим из древней истории, это просто вранье, потому что оно не вкладывается ни в какие рамки. То есть 600-тысячная армия боялась Иерихона, в котором было 5 тысяч солдат. С чего-то там не того. И разные древние вещи. Почему я сказал, что возможно то, о чем я вам расскажу, будет немножко похоже на сказку или на легенды. Мы уже прочитали, и Игорь делал упоминание про Анаким, про великанов. Вы знаете, история на самом деле странная штука. И в ней рассказывается и про великанов, и про божеств. Как часто в псалмах мы встречаем такие высказывания. «И воссядет Господь посреди богов». Слышали такие места Писания? Мы читаем это. Очень часто в нашем современном формате воззрения на древнюю историю мы переводим слово «боги» как «судьи». «Элим» или «элогим». И это слово возможно с иврита перевести как «судьи». И консервативный метод истолкования священных писаний позволяет говорить, что посреди судей земли, то есть сильных царей, тех, которые определяли политику, геополитику, Господь в вас сядет как царь. Но если говорить честно, сравнивать Бога, Творца Вселенной и физических людей, это немножко слабовато, потому что псалмы говорят, от дыхания его горы тают. Вы знаете и уверен, что большинство из нас читали такие вещи, как мифы древней Греции. Читали? Олимп, олимпийские божества. Если вы копали немножко историю, подобные вещи описываются в халдейской, в акадской, в месопотамской культуре, в индийской культуре, о всяких странных вещах. На самом деле это описывается не только в исторических документах, которые произошли от шумеров, от акадов, от других вещей. Наш Талмуд тоже кратенько, но касается этих вещей. И это нельзя назвать консервативным методом истолкования священных писаний, а более таким объемным. Но я склоняюсь к тому, что в те дни жили не только вот эти громадные исполины с нечеловеческой силой. Я читал один рассказ, что примерно 200 лет назад, во время одной военных действий, на территории Болгарии наступающие русские-российские войска пришли через какую-то деревню, и воз вместе с лошадью, ну как бы в лужу, в яму, упал, и они не могли его вытащить. Из одной избы вышел мужик, больше чем 3 метра ростом. Сейчас такие не встречаются. Он просто вот так взял эту лошадь, вместе с этим обозом и вытащил. То есть Талмуд нам рассказывает, что эмори, кто это эмори? Аморейцы. Были 7 метров роста. Талмуд рассказывает, что когда Тит завоевал Иерусалим, он собрал раввинов и тех, кто остался от священства, и говорит им, вы знаете, наши римские божества посрамили вашего Бога. И один из раввинов взял этого Тита, и они спустились в пещеру, где лежал скелет 9-метровый. Он говорит, это амореец, которых, когда Господь отдал их в наши руки, мы захватили, как ничто. И то, что случилось сегодня, это Бог позволил вам. Короче говоря, та древняя история, она намного более запутанная, чем то, что мы имеем у себя. И мы помним странные события, которые описаны в Бытие в 6 главе. Кто помнит, что написано в Бытие в 6 главе? И было, когда сыновья Божии стали сходить к дочерям человеческим. Помните эти вещи? Это история пропадших ангелов. Она записана и в книге Еноха, и в книге юбилеев. И многие на нее смотрят немножко иронически, это сказки древних народов. На самом деле, даже Новый Завет ссылается на книгу Еноха в некоторых местах. И ни в коем случае я не хочу поставить ее в одно равенство с священными писаниями, которые мы называем каноническими. Но некоторую картину мы можем видеть. И по всей видимости, древние люди к этим ангельским, каким-то образом воплощенным существам относились как к божествам. И Писание говорит, что от них рождались дети. И Писание их называет по-русски исполины. На иврите написано или гибурим, или нефалим. Нефалим от слова нафаль. И это были какие-то огромные монстры, которых или ублажали и поклонялись как царям, или они насильничали, заливая землю кровью. И 6, 7, 8, 9 главы бытия рассказывают, что потоп просто смыл их. Но каким-то образом кто-то из них каким-то образом остались живы. И какие-то вещи остались опять. Вы знаете, раскопки в Ирацисраэль не всегда могут дать объективную оценку того, что было здесь раньше. Я вам объясню, почему. Это очень интересно. В Израиле сохранилось из археологических вещей намного, на удивление, меньше доказательств разных вещей, чем в том же Китае или в той же Индии или в других месопотамских странах. И Писание объясняет нам, почему. Кто помнит историю про проказу? Помните? Проказа, которая появлялась на людях, и мы неоднократно учили, что это был знак злоречия. А где еще проявлялась проказа? Кто-то помнит? На одежде и на домах. Помните? То есть люди приходили в дома, и вдруг стена дома начинала цвести. И это была вонючая дрянь какая-то, которая делала, во-первых, в этом месте жить было крайне неприятно, но это было, по всей видимости, крайне опасно, возможно, аллергенно для тела. И люди спрашивали священникам, что сделать. И в Торе есть целые разделы, посвященные вот этим пятном проказы на домах. Мидрашим или разные истории рассказывают нам, что люди вскрывали, сдвигали кирпичи в этом месте и очень часто находили там идолов. То есть прежние хозяева прятали там идолов в надежде, что когда-то они вернутся. А Писание говорит, не вноси в дом заклятого, чтобы дом не подвергся проклятию. И поэтому таким образом Господь Бог помогал Израилю, которые расселились в домах тех народов, которые ушли отсюда, которых Израиль изгнал. И в этих домах вдруг начинали цвестись стены. И чтобы не навлеклось проклятие на наш народ, Бог позволял проказе высветиться, они вскрывали, удаляли идольское, и дом восстанавливался. Но по всей видимости, целый ряд больших сооружений, которые использовались для культовых вещей. И для культовых, я повторюсь, это не было какой-то идольский храм, там, где вокруг шеста воду танцевали и кричали «Угу-гу-гу». Это были вещи с реальными чудесами, с реальными исполинами, с реальными чудесами. И Моше по всей видимости абсолютно чётко полагался не на воинскую силу, не на воинскую силу своих солдат, а на то, что всемогущий, сверхъестественный Бог заступник, подобно как Он разрушал в Египте не только материалистическую базу той супердержавы, но, как уже было сказано здесь, всю эту оккультную, нечестивую, закрученную падшими ангелами систему по всей видимости, я вам говорю сейчас какие-то немножко на сказки похожие вещи, какие-то технологические вещи, о которых даже мы сегодня не мечтаем и не понимаем, присутствовали здесь. Но когда Иисус Навин со своими людьми, с Израилем зашли, они сметали это, разрушали, вы помните, как пал Ерехон? Он не пал от того, что там устраивали форцификационные сооружения, но они трубили в шофар, высвобождая божественную силу, которая смела этот город, непонятный город, крайне непонятный город, там могли быть какие-то демонические сооружения. И Муше оправданно не доверял разведчикам, полагаясь на Господа Бога, который мог помочь. Почему я вам рассказываю всю эту историю, которая звучит немножко как сказочка, как какая-то аллегория. Вы знаете, в иврите есть такое выражение «Элухим барайта олам венеилам». Кто не понимает, что это слово говорит? Не понимаете? На иврите это слово звучит очень интересно, что там сказано. Бог сотворил мир и стал как бы менее видимый. Если вы откроете римлянам первую главу, давайте откроем, я прочитаю вам этот текст. Я много раз говорил об этих вещах немножко вкратце и сегодня говорю тоже не длинно, а вкратце, просто касаясь, чтобы показать какие-то вещи, которые можно толковать по-разному. Как я уже сказал, можно толковать их консервативно, называя сынов Божьими лидеров или сыновей людей власти или сыновей судей, которые женились и выбирали себе дочерей по выбору своему. А можно неконсервативно толковать. Еврейская Библия и еврейское толкование подразумевает и такую возможность, когда мы говорим, что это были ангелы. И здесь написано, римлянам первая глава, здесь сказано с 18 стиха, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что небезответно. Я переведу вам этот русский язык на русский язык. Здесь сказано, что от создания мира все, что сотворил Бог, явно свидетельствовало о Его присутствии. Или еще более просто. Древние люди могли наблюдать своими глазами бытие Божие. Может быть, не могли видеть Его, но какие-то отголоски сверхъестественные они довидели. И нам масса свидетельств об этом в священных писаниях. Вы помните, как наши праотцы оперировали с ангелами? Кто-то из нас имел такой опыт? И Иаков до такого дела дошел, что он даже с ангелом боролся. То есть он не с кем-то, с чем-то или с какой-то... Это был ангел, и одной оси говорит, боролся с ангелом. То есть Божье присутствие в мире было более явно. Но когда явно Божье присутствие в мире, суды Божьи более явны. Я вам дам простой пример. Кто из вас работает в любой организации и производстве, и начальник, то присутствует, то не присутствует. Вы помните этот эффект? Как только он присутствует, все шуршат быстрее, делают работу внимательнее, меньше болтают, потому что иди, знай, чем ты его спровоцируешь. И когда его нету, все... Кто знает, про что я говорю? То есть примерно понимаете. Это так же в наших домах случается, когда родители говорят детям, мы тут на пять минут уйдем, а вы уроки сделаете. Да! Ну, понятно, о чем я говорю. Так вот, когда Божественное присутствие было более явным, люди видели, но римлянам говорится, что они не почли Бога, как Бога, уклонились в другую сторону. Бог предал их превратному уму. В этом же римлянам первой главе написано, делать непотребства, и они совратились. Но! Мы помним ситуацию, к примеру, Анания и Сапфира. Помните? Они где-то... То есть они продали свое имение за миллион долларов. Сказали апостолам, мы все отдадим. потом Анания по пути домой звонит жене и говорит, слышь, милая, а может, миллион это мы перебольшили? Я тут красивую новую Ауди видел. Давай отдадим половину. И они пришли, отдали половину. то есть они отдали имение. Это не была цена питы или швармы. Это было имение проданное, которое они добровольно сначала пообедали. Я не понимаю до конца эту историю, но обоих вынесли мертвыми. Потому что слава Господня, присутствующая в том месте, не только благословляет, но и судит. И именно поэтому мы сегодня живем в мире, где Бога через рассматривание творений мы так уж часто не видим. Именно поэтому мир сегодня наполнен атеистами, людьми материалистическими, которые отдалились от сверхъестественного. С одной стороны, это плохо, и мы говорим, Бог дай духовности. С другой стороны, это хорошо, потому что судов меньше. Вы можете представить, если бы такое присутствие Божие и суд были, как в дни Анании и Сапфиры. Тут после мы бы боялись, наверное, пожертвования собирать, потому что потом нужно было бы людей хоронить. Я немножко утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. В древнем мире все эти вещи были немного по-другому. И мы мало чего сегодня знаем. И если только 50-летней давности исторические данные можно выкрутить, обмануть, переписать по-другому, то то, что было полторы тысячи, две тысячи, четыре тысячи лет назад, вообще темный лес. И когда Моше вел народ, то возможно он и ну ладно, давайте пошлем. Но его надежда была на Господа, но все-таки вот эта рациональная жилка переборола, и он послал соглядатаев, и результат нам известен. 39 дополнительных лет в пустыне. Но несколько вещей хочу просто подетально прочитать. И я вам также прочитаю стандартные толкования на эти места, которые есть в самых разных еврейских источниках. Классните по интернету, вы их легко найдете. они пришли соглядатые и говорят, слушай, говорит, мы там видели этих гигантов и также порожденным анаком. Как анак переводится с еврита? С еврита? Великан. Анак. Гигантский. Я уже сказал, Амалек обитает на южной части Ахити и Вуси и Эмори. Или Амарей. Обитают на горе и Кананне обитают у моря на берегу Иордана. Я уже сказал, что про Амарейцев в Талмуде написано 7-9 метров ростом. То есть там были странные вещи. И утишил или утихомирил Калев народ. Был такой один из двенадцати из колена Иудина. И сказал, взойдем за владеем ими, победим их, Бог с нами, не будем удерживаться. Но люди, восходившие с ними, сказали, не можем мы выступить против второго народа, ибо они сильнее нас. И разнесли худую молву о земле, которую вы смотрели среди сынов Израиля, говоря, земля, по которой прошли мы, чтобы вы смотрите, это земля, пожирающая своих обитателей. И там мы видели исполинов сынов Анака. Знаете, как толкует стандартное еврейское толкование Раши, Санчино, это разные авторы, которые, они говорят, это великаны, богатыри и сынов Шамхазая и Азазеля. Шамхазая и Азазель это история, про которую написано в книге Еноха, и она связана с шестой бытия, что это были два ангельских лидера, которые увлекли за собой определенную группу 200 Малахей и Шарет служебных ангелов. Они спустились на горе Хермон и заключили завет, что не только старший над ними Азазель будет отвечать, если они накосячат и бог их накажет, но они заключили завет, что все они будут отвечать перед богом. И в Иуда написано, что эти ангелы сохраняются на день последнего суда в темницах каких-то подземных. Мы не понимаем этого текста, но об этом написано. Так вот, стандартный перевод говорит, это потомки сынов Шамхаза и Азазеля павших в небес в одни поколения Иноша из Полины или Нефалим. И это были люди, которых те страшно боялись, но Моше знал и Калев знал, что мы можем победить, но люди ходившие говорили, мы смотрели на них и чувствовали себя, чем чувствовали, кто помнит, саранчой. Кто видел саранчу? Ну, вот такое примерно, да? Саранча, кузнечики, и потом они говорят, и они смотрели на нас тоже, как на саранчу. То есть, ты видишь это и чувствуешь себя саранчой. Но они лгали. В чем они лгали? То есть, они правду говорили, что они себя чувствовали перед ними как саранча, но они лгали, что те на них смотрели как саранча. Откуда они могли знать, как те на них смотрели? И известный факт, что примерно 40 дней они обходили, следовали землю. И если бы их бы заподозрили или может быть заподозрили и опасались, их бы просто могли эти гиганты схватить. Но фактом является то, что эти 12 разведчиков 40 дней топтали здесь землю, были везде от востока до заката, от запада до юга, всю перешли и потом вернулись туда. То есть никто их не тронул. Почему их не тронули? Игорь уже коснулся этого момента, что когда соглядатой через 39 лет посланные Игушу обеннуном пришли к рогам, помните, что она сказала? Мы трепещем не от вашего вида, а только от слуха вас. Господь Бог внушил этим махинам невероятный ужас и страх. Знаете, как они на них смотрели? Как на зараженных коронавирусом в первые дни. То есть сейчас мы смелые, мы маски снимаем. А помните, как в первые дни, когда все это пошло, маску, каждую перед домом заходишь, обувь снимаешь, руки с разумом. И вот они эти ходили двенадцать, а на них эти махины смотрели, как на активных заражателей коронавирусом. И они ходили просто вот так стороной. И это состояние было на протяжении года, пока Израиль вышел, они стояли в страхе. А потом еще тридцать девять лет они тряслись от страха. Почему? Потому что Господь Бог сказал Израилю Я с тобою. Я с тобою. Исайя говорит Вечный Господь Бог, силы Которого не умоляются, разум Которого не следим. Он поднимает тебя. Псалом 90-й говорит Из-за того, что ты избрал Его прибежищем твоим. Некоторые это знали, а некоторые это не знают. Вы знаете, что там случилось, мне очень тяжело понять. Что же так их трясло, этих заглядатых? Страх, неверие, манипуляция. Чего они добивались в конце концов? Ведь они видели, я не могу этот момент понять. они целый год видели, что Бог делает чудеса. Они были все достаточно уверены в Моисея, который был крайне близок к Господу. только несколько недель прошло с того момента, помните прошлая глава Бешалах, Беалутха, когда Мирьям покрылась проказой, и Бог при всем народе провозгласил, что нету пророка среди людей подобного Моисею, который видит видение Божие напрямую, без каких-то фильтрующих эффектов. Что же там было с этими соглядатами, я не могу понять. Ведь все они были люди с именами, и более того, они здесь перечислены по именам. Один человек заметил, что когда сделали бунт с Золотым Тельцом, кто помнит этот бунт, там кроме имени Аарона ни одно имя не было больше засвечено. И хоть многих из них потом убили мечом, по крайней мере в народных глазах их никто больше никогда не проклинал. А здесь из двенадцати двое Калевы Иисус Навин остались живы, про других дальше, буквально через несколько стихов написано, что поветрие убило их, то есть они заразились каким-то вирусом, там написано «Нагияд Господа» и умерли. Их имена остались как те, которые спровоцировали народ еще тридцать изучали Господа Бога. Но я хочу просто отметить, чтобы мы могли подумать, что иногда странные грехи, которые мы производим на основании лжи, они лгали там? Наверное. Они манипулировали там? Наверное. Как часто мы допускаем из своих уст ложь, манипуляцию, или страх, или еще миллион разных грехов. Мы не можем от... Послушайте меня внимательно. Когда Бог дал десять заповедей и сказал «Не створи себе кумира». Помните? Я Бог ревнитель. Он сказал «Я наказываю до какого? До четвертого колена. До какого благословляю? Если тысяча, мы делим на четыре. Сколько получается? Он как минимум в двести пятьдесят более милостивый, чем наказывающий. Не на двести пятьдесят, а в двести пятьдесят раз. И хоть он здесь их наказывает, все равно потом благословляет. Но мы можем нашими грехами задержать благословение. Я почти уверен, что каждый из нас уже испытывал на себе это, как наши глупости, связанные вот с этими же самыми вещами. мы где-то пытались манипульнуть с другими, а оно рикошетом сработало против нас. Я сейчас говорю за каждого. Мы где-то перебоялись или заставили себя бояться, и на основании этого сделали неправильно, и оно рикошетом удалось. Мы где-то обманули, или сказали не вполне правду, а потом она выросла в ком, и захватила нас, и расплющила нас на х лет, на 5, на 10, на 20 лет. Потом благословение пришло, потому что Он любящий, милостивый, избрал тебя, и не оставит, и не покинет, даже если ты сегодня страдаешь, как написано в Иакове, что мы страдаем, обольщаясь собственной похотью, и грешим, движимые собственными глупостями, ты мог промолчать, но ты решил борзануть, ты хотел показать свое я, свой локоть, что это твое, и ты надавил на кого-то, а потом оно сработало тебе рикошетом, ты хотел быть умнее, оказался глупее, именно поэтому Писания бесконечно призывают нас, народ, будьте проще, то есть не гордый, а проще, мы все одинаково друг перед другом, если одному дадено больше этого, то другому дадено чего-то другого, и вместе мы можем только дополнять друг друга, но вот непонятный грех от десяти серьезнейших людей, их имена остались в истории, и я не знаю, мы забываем эти имена после того, как прочитаем один раз, а наверняка еще 39 лет подряд люди вспоминали эти имена и плевались при упоминании каждого имени, потому что они могли быть в земле, где были вот такие виноградины, а они должны были еще тыкаться и нюхать хамсины не 50 дней в году, а 330. Писания говорят, посему отвергнув ложь, говорите истину друг другу, то есть это наставление нового завета, кто копает яму другому, тот упадет в нее сам, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, похоть из оча врождает грех, а сделанный грех рождает смерть, или лжесвидетельство, я тебе братан точно говоря, его здесь не было, это кто-то в фейсбуке опубликовал, что жена ищет загулявшего мужа и уже шестой его друг клятвенно говорит, что он спит у него в комнате, ложь, малая ложь рождает большие проблемы, новый завет про это очень четко говорит, кто крал не кради, истинно говорите друг другу, вещи абсолютно примитивные, иногда мы не можем справиться с нашим характером, единственное, что нам нужно просто попросить Господа, Господи, помоги мне, помоги мне не истерить, помоги мне не пить, помоги мне не ругаться, помоги мне не ходить в ступор, и он помогает, он помогает, потому что Писание говорит многократно, воззови ко мне, я услышу тебя, я дам тебе второй шанс, мы на прошлой неделе читали недельную главу Шлах Беалутха, и там написано про Песах Шени, помните, второй Песах, мы были нечисты, нечисты это проблема, ладно, на тебе вам второй Песах, Бог всегда дает другой шанс, только нам нужно прилагаться к тому, чтобы смотреть за собою, еще один последний момент, который я хотел сказать здесь, короче говоря, все были в шоке, потом они покаялись, схватились за мечи, пошли, гору брать, а Бог сказал им уже этого не делать, он определил уже суд, 39 лет, тяните, не надо, сейчас все переворачиваю, сейчас просто настройтесь, бессовланут в терпении пройти то, что вам определено, но они хотели изменить историю, и погибли люди, и потом Бог говорит, Мушеймам говорит, прости, 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 и Бог говорит, я прощу, и сказал Господь, я простил, по слову, 14 глава, по слову Твоему, однако, как я жив, и так полнится славой у Господней вся земля, все люди, которые видели славу мою, знамения мои, которые сотворил я в Митраиме и в пустыне, и испытывали меня уже 10 раз, и не слушались голоса моего, не войдут они в землю, которая клятвена, я сейчас не хочу говорить про этих людей, я хочу говорить про землю, которую Бог клятвенно обещал праотцам нашим, вы знаете, что они были в пустыне, и Мушеймам всеми силами пытался вытащить их из пустыни, он их хотел вытащить сюда, и пустыней в Писаниях названо все, кроме этой земли, которая, если мы смотрим ее физическим глазом, тоже пустыня, наверное, в те дни, когда они тащили эту ветку из школя винограда и падали от ее тяжести, потому что там такие виноградины были, наверное, тогда было здесь больше сада, но неважно, как было тогда в физическом плане, в духовном эта земля, она другая земля, вы знаете предысторию этой земли, эта земля, опять-таки, я сейчас рассказываю не библейскую историю, она записана в книге юбилеев, она очень странная история, и нужно понять ее немножко другим образом, сыны Ноаха бросали жребий, их было трое, как распределить землю, по каким-то причинам, Ноах уже не мог иметь еще больше детей, и самые разные причины, некоторые говорят, что когда Хам, помните, Хам зашел, увидел его на гимн, некоторые толкуют это, что оскоплил его, как, оскопил, кастрировал, возможно, такое и было, мы не знаем, но после этого у этих, которые жили по 800 лет, у него больше не было детей, и вот трое остались, они кинули жребий и распределили землю, и вот эта земля, вот эта, где мы живем, досталась Шему, старшему, про которого есть много пророчеств, о его связи с Господом Богом, которую понимали все, все три брата, все два брата и его папа, Ноах, все знали, что Шем особенный, а потом Ханаан укрепился и он захватил эту землю, это сын, сын Хама, и вы помните, что даже хоть Хам насмеялся над своим отцом или что-то сделал с ним, мы не знаем точно, Ной проклинает не Хама, а Ханаана, и история звучит как бы, ну, ты не до конца ее понимаешь, но если ты читаешь дополнительные тексты, то они говорят примерно так, Ханаан захватил эту землю и пришли к Ханаану и Яфет, дядя, и его папа Хам, и говорят, не делай этого, Ной проклял, кто пересечет межу, границу земли брата своего, а Ханаан сказала мне, плевать, но проклятие, проклятие Ноя, оно было немножко другого уровня, чем те проклятия, которые сегодня высвобождают злые люди, оно было немножко другого уровня, потому что Ной был немножко другого уровня человек, и это проклятие просто заклеймило потомков Ханаана, сегодня нет Хананений на земле, нету их, они все вымерли, они были испорчены бунтом своего прародителя Ханаана, они восстали против слова определений Господней и жребия, жребия иногда бывают от Господа, они приступили то, что Бог определил, и Бог предал их превратному уму, именно поэтому там произошли странные вещи, и эти гисполины там именно разродились и народились, и там что-то случилось со смешанием, они были крайне сильны, они были очень сильны не только физически, но и духовно, но именно это определяет странные слова, которые Моисея, потом Иисус Навин говорят Израилю, когда вы войдете в землю Хананейскую, не оставьте живым ни мужчину, ни женщину, ни даже ребенка. Почему? Потому что вот это проклятие Ноаха и бунт непокаянных Ханаана, которые погружались и погружались и погружались в нечестие и в беззаконие, настолько исказило их природу, что не было там места покаяния, и каждый должен был платить за свою жизнь, за свою за свое искупление своей жизнью. Эта земля, земля Шема и Авраам, и Цхак, Яков всеми силами пытались ее удержать. Все остальные земли Писание называет и хорошо, и плохо, пустыней называет их. А эта земля называется Садом, и это вещи в духовных, форматах, это не значит, что люди, которые живут вне Израиля, не являются евреями, должны прямо бежать сюда, совершенно нет. Каждый должен делать, возделывать сад Божий в том месте, в котором он живет. Но я хочу сказать, что у нас, у нашего поколения есть вот это вот привилегия жить в этой земле, а мы часто замученные, закрученные нашим ежедневным выживанием или наблюдением за политикой или за какими-то нечестивыми делами, которые здесь тоже творятся, говорим, мы хотим в лучшую землю поехать, мы хотим в Америку поехать, или в Канаду, или в Германию, или на худой конец в Англию, или лучше всего в Австралию или Новую Зеландию. Но вы только посмотрите, с какой чукой, с какой динамикой Моше без конца говорит, идемте в эту землю, Господи, дай мне войти в эту землю. Вы знаете, что мы многого по всей видимости не видим нашими глазами. И нам нужно молиться, чтобы Господь позволил нам понять, почему Он привел нас в эту землю в эти дни. Мы в школе все учили закон о сообщающихся сосудах. Помните уровень? И Писание говорит во второзаконии, по числу сынов Израилевых ты устроил пределы другим народам. Как мы здесь живем, как мы здесь стоим перед Господом, влияет на весь мир. И что интересно, внешние это знают. И даже не верующие это знают, а большинство верующих про это забывает. Из-за тяга жизни, из-за суеты, в которой мы живем. И я, пользуясь случаем, хочу вам напомнить, цени, куда по своей милости привел тебя Господь. И может быть, ты беднее своего собрата в Нью-Йорке или в Москве. Но есть определенный статус, ради которого ты живешь здесь. И если мы можем здесь жить, просто жить, заботиться о своих ближних, о семье, о тех, кто вокруг нас, неся в себе свет Господень, неся в себе свет Господень, мы можем созидать нечто совершенно другого уровня, древнее желали этого. Древние великие учителя желали этого. Карабкались из всех сил, оставляя свои позиции придворных врачей, государственных деятелей, чтобы умереть в какой-нибудь Тверии, где температура летом 46. Я говорю про Рамбама, допустим, и про многих-многих других. Бог позволил нам, мессианским, людям, познавшим милость Господа Иешуа жить здесь. Если ты молод, учись, развивайся, не будь инертным. Если ты старше, стой твердо, показывай, будь основание для других. Если ты еще старше, то про тебя сказано, вы познали сущего. помните? Отцы вы познали сущего. Если ты как Леонид Брежнев суперстар, помните? Помните, он стоял перед зеркалом, он говорит, стар, стар, прямо суперстар. Если ты суперстар, то ты познал сущего еще больше. Молись, твои молитвы слышит Бог больше, чем твоих молодых детей. Призывай его, не призывай силу всемогущего девятого русского канала или радио-реки, которые погружают в страх и в трепет, а призывай Творца и свети тем светом, который он позволяет тебе светить. давайте мы встанем и помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что мы можем ходить в свете Твоем. Помоги нам ходить в свете Твоем и изменяться от Твоего света. Благодарим Тебя за Ишуа, которого ты поселил в наших сердцах. И мы принадлежим Ему. Мы Его и народ. Помоги нам ценить что в этой земле мы сегодня. И помоги нам быть светом в этой земле. Я молю Тебя, укрепи ослабевшее колено. У кого ослабела вера, обнови и поддержи. Кому надо покаяться, дай это покаяние. Мы просим за Израиль, за защиту, за спасение, за благодать Твою для этой земли. Мы просим милости Твоей для всех народов земли, как в Писании сказано, возносите молитвы и просьбы, прошения за всех правителей, чтобы ходили в страхе Господнем и не делали зла, от них многое зависит. Просим тебя, Господь, благослови и помоги нам. בשем ישу Масхе благослови państwo ж м peace не Продолжение следует...